здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами вместо репетитора елена викторовна сегодня мы с вами будем готовиться к всероссийской проверочной работе будем выполнять 16 вариант по русскому языку и способия в котором 25 вариантов типовых заданий и сегодня напишем диктанта в следующем ролике будет разбор полной заданий с 4 по 15 поэтому подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить очередное занятие делитесь этим роликом в социальных сетях и родительских группах и так послушайте весь текст диктанта диктант называется как в россии появился картофель история появления картофеля в россии интересно и необычно родина этого растения в южной америке в европу картофельные кломбы привезли испанские мореплаватели здесь картофель начали выращивать как декоративное растение знатные кавалеры вставляли цветки картофеля в петлицы мундиров дамы украшали ими свои прически позднее картофель стали использовать для приготовления пищи именно тогда царь петр привез в россию мешок картошки крестьяне отказывались от картошки но через годы народ оценил ее полезные и питательные качества в россии картошку называют вторым хлебом в этом тексте 82 слова и так давайте будем записывать этот текст под диктовку напишем название посередине как в россии появился картофель записываем как в россии появился картофель первое предложение история появления картофеля в россии интересно и необычно красная строка история появление картофель и я появление картофель и я появление картофель и я появление картофеля и необычно конец предложения проверяем история появления картофеля в россии интересно и необычно родина этого растения в южной америке записываем родина этого растения в южной америке конец предложения проверяем родина этого растения в южной америке следующее предложение в европу картофельные клумбы привезли испанские мореплаватели записываем в европу картофельные клумбы привезли испанские мореплаватели конец предложения проверяем в европу картофельные клумбы привезли испанские мореплаватели следующее предложение здесь картофель начали выращивать как декоративное растение записываем здесь картофель начали выращивать как как декоративное растение конец предложения проверяем здесь картофель начали выращивать как декоративное растение следующее предложение знатные кавалеры вставляли цветки картофеля в петлице мундиров дамы украшали ими свои прически записываем знатные кавалеры вставляли цветки картофеля в петлице мундиров дамы украшали ими свои прически знатные кавалеры вставляли цветки картофеля в петлице мундиров дамы украшали ими свои прически предложение по составу сложная здесь две грамматические основы кавалеры вставляли дамы украшали поэтому нужно поставить запятую обратите внимание красная строка позднее картофель стали использовать для приготовления пищи записываем позднее картофель стали использовать для приготовления пищи конец предложения проверяем позднее картофель стали использовать для приготовления пищи следующее предложение именно тогда царь пётр привез в россию мешок картошки записываем именно но 2 н и именно тогда царь царь пётр привез в россию мешок картошки проверяем именно тогда царь пётр привез в россию мешок картошки следующее предложение но через годы так нет крестьяне отказывались от картошки записываем крестьяне отказывались 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 от картошки конец предложения крестьяне отказывались от картошки Следующее предложение. Но через годы народ оценил её полезное и питательное качество. Но через годы народ оценил её полезные и питательные качества. Конец предложения. Проверяем. Но через годы народ оценил её полезное и питательное качество. Следующее предложение. В России картошку называют вторым хлебом. Пишем. В России картошку называют вторым хлебом. Вторым хлебом. Конец предложения. Проверяем. В России картошку называют вторым хлебом. Мы сейчас с вами написали весь текст диктанта. Вы можете поставить ролик на паузу и проверить этот текст. И сейчас мы с вами вместе со мной проверим этот текст. Я вам буду читать так, как вы должны были написать. Вы, если услышите, что звучит не так, как у вас написано, то исправляете. Итак, давайте проверим. Как в России появился картофель? История появления картофеля в России интересно и необычно. Родина этого растения в Южной Америке. В Европу картофельные клумбы привезли испанские мореплаватели. Здесь картофель начали выращивать, как декоративное растение. Знатные кавалеры вставляли цветки картофеля в петлицы мундиров. Дамы украшали ими свои прически. Позднее картофель стали использовать для приготовления пищи. Именно тогда царь Пётр привёз в Россию мешок картошки. Крестьяне отказывались от картошки, но через годы народ оценил её полезные и питательные качества. В России картошку называют вторым хлебом. Всё, мы с вами написали диктант, проверили его и сейчас выполним два задания к этому диктанту. Найди в тексте сложное предложение. Выпиши это предложение, графически докажи свой выбор. В данном тексте у нас сложное предложение. Это знатные кавалеры вставляли цветки картофеля в петлицы мундиров. Да, мы украшали ими свои прически. Выписываем это предложение. Знатные кавалеры. Вставляли цветки картофеля в петлицы мундиров. Дамы украшали ими свои прически. Выписали предложение. Графически докажи свой выбор. Кто? Кавалеры. Подлежащая. Подчеркиваем одной чертой. Кавалеры что делали? Вставляли. Это первая грамматическая основа. Вторая грамматическая основа. Кто? Дамы. Дамы что делали? Украшали. Вот у нас две грамматических основы. Предложение сложное. Следующее задание. Мы не туда написали, да? Так, ладно, мы вот так поменяем местами. Это будет у нас второе задание, а это будет третье задание. Найди, выпиши из текста предложение девятое. Давайте найдем предложение девятое. Первое предложение, второе предложение, третье, четвертое, пятое предложение, шестое, седьмое, восьмое и вот девятое. Но через годы народ оценил ее полезные и питательные качества. Запишем, поменяли мы местами задания, номера заданий. Записываем. Качество. В этом предложении нам тоже нужно найти грамматическую основу. Кто народ? Это подлежащая, подчеркиваем одной чертой. Народ что сделал, оценил. Это сказуемое. И над каждым словом написать, какой частью речи оно является. Но это союз. Через. Через это предлог. Годы существительное. Народ тоже существительное. Оценил. Это глагол. Ее местоимение. Полезное. Прилагательное. И. Это союз. Питательное. Питательное. Это прилагательное. И качество. Существительное. Все. Сегодня мы с вами написали текст диктанта и выполнили два задания к этому тексту. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередное занятие. Делитесь этим роликом в социальных сетях и родительских группах. Пишите мне комментарии. Ставьте лайки. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, друзья. Здоровья вам, мира и добра.